Приветствую всех у себя на канале, с вами Дориан Карнет, и в этом видео вы узнаете о том, как заработать в интернете абсолютно без вложений, довольно таки простецкие способы, любой школьник справится и даже дошкольник справится, неважно. В общем, я думаю вы поняли, погнали! А перед началом это видео, последний канал по названию Алукарт Кит. Канал простаивал целый год, потому что чувак был в армии, но он вернулся с новыми видосиками и стримчанскими, которые идут почти каждый день по несколько штук, прикиньте, это довольно таки круто и много. Иногда он проводит разные розыгрыши, конкурсы, делает всякие монтажики. Советую вам также глянуть видосик по поводу живодерки, у меня от него немножко бомбануло, ссылочка на него будет в описании. Смотрите, подписывайтесь и оставайтесь с ним на канале. Вы находитесь в интернете, и я думаю у вас очень много. Мысли было о том, что блин, вот многие люди зарабатывают в интернете и реально получают на этом хорошие деньги, просто сидя и по сути ничего особенного-то и не делая. Так вот, сегодня я вам скажу о парочке способов, которые использовал лично я. В общем, я скажу вам о некоторых способах, начиная от самого простого и малоплачиваемого до самого крутого и реально, прямо, так сказать, рабочего. Начнем с самого простого. Сайты типа Profitask, Soitspublic и так далее, где вам нужно выполнять всякие задачи, подписаться на группу ВКонтакте, в Одноклассниках, посмотреть тот-то видос, делать то-то, то-то, регнуться там-то. Регайтесь на сайте, все ссылки будут в описании. Заходите в свой профиль, выбирайте галочкой то, что вам больше всего интересны из задач. Можно выбрать вообще все и использовать вообще все, почему бы и нет, да? Чем лучше и больше вы настроите свой аккаунт на этом сайте, тем больше у вас будут разные задания. Теперь ваша задача перейти к исполнителю, нажать выбрать задачи. Здесь, именно в этом разделе, будут самые простые задачки, которые, собственно, только бывают. Здесь их огромное количество, под несколько сотен. Их можно выполнять, в принципе, они довольно-таки простые, типа зайдите, зарегистрируйтесь на этом-то сайте, сделайте то-то, то-то. Я выбрал этот сайт, потому что тут есть несколько плюшечек, и он немножечко отличается от других сайтов, я сейчас вам скажу, чем. Во-первых, тут есть такая штука, как пошаговые задачи, где вам платят немножечко больше, чем обычно, и здесь я вам полностью объясняю, что вам нужно нажать, что вам нужно сделать, чтобы получить, собственно, ваши плюшечки. Далее, на мой взгляд, самое интересное и прибыльное, это снимать видосики. Да, вы можете снимать видосики и получать за это деньги. За каждый видос вы будете получать от 32, то там, от 27 рублей. Потратив минуту своего времени, вы сможете получить, собственно, 30 рублей. На мой взгляд, это довольно-таки неплохо. Особенно, если вы любите делать видосики, монтировать и так далее. Для вас это будет довольно-таки просто. Допустим, тут есть задача за 150 рублей, то есть вы просто потратили 60 секунд своего времени, как здесь вот написано, да, и взяли и получили себе 150 рублей, буквально-таки за минуту, просто сняв видос. Ну, выполнил там, допустим, задач 10, да, получил там 300 рублей. Если выполнить задачу там еще за 150 рублей, получил там рублей 500. Плюс выполняем всякие маленькие задачки, и, в принципе, в день может выходить где-нибудь рублей 700, 500, по-разному. Каждый день практически задачки сюда новые добавляются, поэтому вам будет ненапряжно, я думаю. Вечерком, знаете, так часик посидеть, поделать фигню, и, в принципе, будет нормально, там, знаете, задонатить на какой-нибудь сайт, задонатить какую-нибудь игрушечку, купить себе там что-нибудь, опять же, фигню. Минимальная сумма выплаты на сайте 16 рублей, но это, опять же, много времени у вас не займет, набрать эти 16 рублей. Далее мы переходим к чему-то по-настоящему серьезному, на мой взгляд, это сайту fl.ru. То есть это фрилансовый сайт, где люди фрилансеры работают, думаю, знаете, что такое фриланс. Вы слышали мнемецы про фрилансеров, типа фрилансеры это безработные, но хороший фрилансер в свои худшие дни зарабатывает 70-80 тысяч, а в лучшие дни и там по 200-300 тысяч. Что вам нужно уметь делать? Вам нужно, там, не знаю, заниматься дизайном, возможно, рисовать, делать сайты, тексты писать, возможно, заниматься 3D-графикой, короче, делать все вообще. Фрилансеры это прям все, что связано с сетью интернет. Вы можете заниматься фотографией, фоткать какие-то определенные места, которые вам там скажут, типа сфоткать, там, дерево красиво, там, со снегом и так далее. Очень печально, что я забыл инфу от своего старого аккаунта, мне пришлось регать новый, но, тем не менее, я на этом сайте какое-то время даже работал. Опять же, не особо серьезно я этим занимался, но, тем не менее, было дело. Я делал короткие видосики для некоторых сайтов и так далее, кто меня там просил их делать, и, собственно, на этом получал деньги. Давайте я вам покажу смысл этой работы. Вы, опять же, регаетесь, заходите в раздел «Работа» и далее начинаете выбирать, что и чем вы занимаетесь. Допустим, вы, не знаю, вы веб-дизайнер, вы умеете в дизайн и арт, но, первое, вы можете делать все специализации, связанные с дизайном и артом, добавляете специализацию, потом, не знаю, вы хороший, там, не знаю... Вы там, допустим, занимаетесь аудио и видео, хорошо, да, здесь можно монтажом заниматься, то есть вы можете делать кому-то монтаж платно, добавляете. Ну и давайте выберем, что проекты только по моей специализации, и нажмем применить фильтр. И сейчас найдутся практики, которые именно заточены под нас. Допустим, вот, сделать крутой мошен дизайн. Давайте я вам покажу пример, который они хотят увидеть. То есть сделать нечто подобное, в принципе, чем я иногда занимаюсь. То есть вы знаете, что я могу делать подобное. И вам за это заплатят 25 тысяч рублей. Вы можете проверять, опять же, аккаунт того, кто выставляет все это в сеть. То есть рейтинг у этого пользователя хороший, значит, он на сайте уже давно. Он работает в дважды два и в огромное количество разных компаний. То есть это реально крутой чувак, который он точно заплатит. То есть 25 тысяч рублей за то, что вы сделаете крутой реальный видос. Если убрать вкладочку бюджет, то можно уже найти намного больше всяких разных проектов. Давайте, опять же, зайдем в парочку. Там, не знаю, допустим, видеозаставка. Но, опять же, вы здесь не ограничиваетесь. Вы можете выбирать любые специализации, по которым вы умеете и шарите. Допустим, вы умеете там делать игры, заниматься рекламой, делать видосы, переводить, программировать, дизайн, арты, переписывать тексты, делать сайты и так далее. Все это будет специально для вас. Вы можете этим заниматься и получать на этом реально хорошие деньги, поскольку fl.ru Самый популярный сайт для фрилансеров. Он существует уже около 10, то ли 12 лет. И на нем люди работают и получают довольно-таки хорошие деньги. Опять же, сайтов для фриланса огромное количество. Ссылочку я оставлю именно на этот. Но, если вам интересно этим реально заниматься серьезно, то вы можете погуглить какие-нибудь другие сайтики и заниматься, допустим, там, знаете, выбрать себе топ-5 сайтов, на которых вы будете себе там вечерком клепать там, допустим, всяким людям на 5 видосиков. Ну, то есть, вы будете заниматься там проектами и будете там получать, допустим, в месяц там по 100, по 150 тысяч. Но для этого вам нужно, опять же, хорошо разбираться в какой-то специальности. И тогда вы будете получать хороший профит. И все у вас будет в этом плане хорошо. Теперь давайте перейдем, на мой взгляд, немножко к паскудному, но все-таки к другому способу заработка. Это всякие разные файлообменники. Вы регистрируетесь на сайте, заливаете ваш любой файл. Допустим, я залью картиночку. Даете людям ссылочку на эту картинку, люди ее скачивают. И, собственно, и все. Они нажимают скачать и скачивают. Есть сайты хорошие, которые, на мой взгляд, реально хорошие, типа OpenLoad, на которые ты загружаешь файл. Люди никак не засирают себе ни компьютер, не засирают себе ничего. При этом скачивают файл удобно, быстро и охеренно. И такие вот сайты, типа OpenLoad, на мой взгляд, реально хороши. Я использую этот сайт, по большей части, не из-за того, что он позволяет. Мне зарабатывали 2 доллара. Тем более вывод с 20 именно на этом сайте. А именно потому, что с него удобно скачивать. Я сделал так, чтобы рекламы было как можно меньше, и людям просто удобно с него скачивать. Поэтому этот сайт не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы просто было удобнее, лично для меня. Но есть сайты типа Diskspace.ru. Если вы хотите заработать на своих друзьях и так далее. Если у вас есть YouTube канал, вы делаете туториалы, без разницы. Вы можете говорить так, вот, в описании будет ссылочка, вы там скачиваете и, собственно, получаете то, что вам нужно. И вы за это получаете 3 рубля. Допустим, 10 тысяч человек скачал, вы получили 32 тысячи рублей. То есть скачал там 100 человек, а это немного всего лишь 100 человек. И получили 320 рублей. Согласитесь, в принципе, довольно круто. Вы просто шейрите ссылочками, которые получаете, когда вы, собственно, берете и загружаете ваш файл. Допустим, вот, вы загрузили файл, зашли в мой файл. Я расскажу именно, например, Diskspace. Ставите публичный галочку, желательно. Ставите заработок, ставите подписки. И все. Теперь за одну скачку вашего файла вы будете получать 3 рубля. Поэтому, в принципе, если вы особо не напряжены, вы можете делиться этими ссылочками. Я думаю, хотя бы там, знаете, человек там, знаете, допустим, человек там 10-50 в день могут скачать вашу программу или что вы там туда зальете. Единственное, что вы убираете такие сайты с умом, потому что некоторые такие сайты реально засирают компьютеры пользователей, которые будут скачивать по вашей ссылочке. Поэтому проверяйте все файлы сами желательно. И смотрите, чтобы все с ними было хорошо. Я понимаю, что это немножко неправильно, но, допустим, вот вам рабочая схема. Вы взяли, залили свой файл к себе на файлообменничек. И сделали задание на сайте ProfitTask от своего имени. То есть сделали свое задание. Допустим, вы там платите 50 копеек за то, что человек скачает по вашей ссылочке. И таким образом люди скачивают. Вы получаете 3 рубля. Эти 3 рубля вы вводите. Допустим, там 20 или 30 копеек вы плачиваете человеку, который задачу выполнил. А себе забираете остальные 3 рубля. То есть, грубо говоря, вы будете постоянно получать доход и трафик на ваш сайт с вашим файликом. При этом ничего особенного-то и не теряя. Всего лишь 20 копеек. И так вы сможете реально зарабатывать плавненько. Единственное, что вам нужно будет небольшой такой стартовый капитальчик. Когда сможете заработать себе какое-то состояние, допустим, там 1010 рублей, вы сможете вложить все эти деньги к себе в YouTube канал. Согласитесь, вы в принципе ничего в реальной жизни не теряете. Получаете себе профиль, сможете вложить себе все в YouTube канал и, собственно, начать развиваться на YouTube. Почему я рассказал только об этих способах, скажете вы, потому что способов ведь еще много. А потому что у меня был еще один видос на эту тему, где я рассказал о большем количестве разных способов заработка в интернете, о дизайне и так далее. Поэтому это я решил именно сегодня не упоминать. В принципе, опять же, заработок в интернете это все реально, это все возможно. И многие люди зарабатывают только в интернете. Не корячесть нигде на работе, они просто там умеют хорошо дизайнить и так далее. Все, что вам нужно, это совершенствоваться, думать головой, развиваться и понимать, что такое лохотрон, что такое не лохотрон. Потому что в интернете это реально важно. Вас хотят наебать практически везде и всегда. Поэтому будьте осторожны. Дело уже ваше. Я вам лишь рассказал о тех способах, которые лично я знаю, которыми я лично пользовался. Возможно, буду пользоваться. Не знаю. Потому что я лично увлекаюсь дизайном и видеомонтажом. И знаете, сделать один небольшой проект за 25 тысяч рублей в сайте про фриланс, это не сложно. Но это реально большой заработок и это реально помогает. Пишите в комментариях слово заработок, если дострели видео до самого конца и узнали всякие способы заработка. Ладно, пишите просто в комментариях слово заработок, если вы дострели видео до самого конца. Также ставьте лайк на видео, ведь если будет много лайков, будет и больше видосика. Потому что на прошлом видео было лайков не так много и из-за этого у меня немножко пропала мотивация и видосы не выходили довольно-таки долго. Поэтому ваш лайк, моя мотивация. Они серьезно мне помогают, серьезно меня мотивируют, и мне просто приятно видеть, что лайков много. Поэтому с вас лайк, комментарий и подписка на канал. Ваше дело пользоваться этими способами или нет, развиваться в плане заработка или нет, я вам лишь дал. Я лишь вам дал наводки, дал ссылочки, думайте сами. С вами был Дориан Гарнет, увидимся в новых крутых, и надеюсь, очень крутых видосиков, дамы и господа. Также гляньте еще эти два видосика, надеюсь, они для вас будут так же интересны, как был интересен и этот видос, а может даже и интереснее. Пока-давай.